Здравствуйте, я Боевенов Григорий Вячеславович, активист профсоюза действий и представитель фонда Рабочей Академии. До нас стала доходить информация, что после обращения санитарки красной зоны Корчага Марины Юрьевны, среди врачей именно эта красная зона развернулась компания по травле среднего малыша медицинского персонала. Напомню, что Марина Юрьевна Корчага, санитарка, обратилась к президенту с просьбой разобраться в ситуации. Ситуация очень простая, в красной зоне не хватает средств индивидуальной защиты у среднего и младшего медицинского персонала, не хватает банально перчаток, темногоразовые костюмы, которые им выдали в июле месяце, а сейчас уже декабрь месяц, и просто костюмы пришли в негодность, новых они не получают. Также они испытывают чрезмерные нагрузки в этой красной зоне, потому что работают одна за трех, за четырех, в том числе санитарки выполняют функции буфетчис, что строго запрещено. Также непонятно, почему на этом официальном отделении еще и до красной зоны не был выставлен класс вредности, то есть не проведена соут на рабочих местах, и, соответственно, они не получают вот эти надбавки за вредность. И почему обращение стороны начальства непосредственно к этим сотрудникам, как к рабам? Ну, травля заключается в следующем. Ничего мне не придумали, как ходить с включенной экшн-камерой за санитарками, все это снимать их действия, придираться по каждой мелочи и дергать по всем мелочам. Причем, вы понимаете, когда одна санитарка работает на 40 пациентов, и у нее нету никого в помощь, то, соответственно, это просто невыносимый труд, и еще здесь вот такие врачи с экшн-камерами, которые снуют и чего-то там снимают. К этим врачам возникает куча вопросов. Врачи, а вы не видели вот этих проблем, с которыми сталкиваются санитарки каждый день, каждое дежурство на протяжении многих месяцев? Вы вот этих проблем не видите? Или же вот за этими купленными машинами, о чем вы нам сообщили в ролике НТВ, вы не видите вот этих проблем? То есть, санитарка, она же уборщица, она же буфетчица, она же вывозит эти трупы, и, соответственно, у нее не хватает на это перчаток. Перчаток банальных не хватает, вы этого не видите? Неужели вы не понимаете, что от действия вот этой санитарки, от действия младшей медсестры, зависит в том числе и результат лечебного процесса? Мало назначить лечение, надо еще за этими пациентами ухаживать, тем более в такое время, когда именно в красную зону, в стационары попадают крайне тяжелые пациенты, сейчас легких пациентов с пневмонией какой-то там не везут, везут с дыхательной недостаточностью, там, второй-третьей степени, за ними нужен постоянный ход. И вот эти санитарки с превышенной нормой в два-три раза просто валятся с ног, а вы сейчас бегаете за ними с этой экшн-камерой, ну стыдобище. И ведь санитарки обратились к президенту не сразу, не сразу они обратились, они обращались к вам, они обращались к начальству, ничего не решаривалось. Они уже написали письма и в прокуратуру, и в Государственную инспекцию труда, и губернатору. И из этих всех органов исполнительной власти приходили сплошные отписки. Вы же знаете об этом. И вот санитарки обратились к президенту, и все сразу забегали, а до этого врачи сидели, наматывали сопли на кулак и причитали, ой, нам приходится самим покупать лекарства, приносить сюда на отделение. Так боролись бы за свои права, боролись бы за нормальный трудовой процесс, за нормальный лечебный процесс. Все в ваших силах. Нет, когда за вас стали решать ваши же проблемы, вы прибегли вот к такому, стали позорно бегать за санитарками и это все снимать. Просто стыдобище. Санэпид режимов задается здесь строго, и я себя чувствую на самом деле в безопасности. И насчет выплат я очень довольна. Мне даже удалось купить автомобиль. В связи с вышесказанным, первичная профсоюзная организация Межрегионального профсоюза работников здравоохранения действия во Вселожской клинической межрайонной больнице открыто заявляет, что вот эта травля не останется без нашего внимания. Конкретные лица, занимающиеся этой травлей, по фамилии будут разобраны на наших информационных порталах. Мы рассмотрим ваши действия, а также наши юристы оценят их с правовой точки зрения. И если там будет нарушен закон, мы обратимся в соответствующие органы. И знайте, что санитарки, борясь за улучшение труда, реализуют свое конституционное право. И все их действия направлены только на то, что улучшается лечебный процесс. А вы, врачи, как оказалось, просто не способны на этот шаг. Санитарки красной зоны Морозовской городской больницы, правда, за вами. Профсоюз действия равняется на вас. Ну и будьте здоровы. А пока, пока.